всем привет ребят с вами мистер ванька сегодня таки хотел бы записать очередной видосик по энерджайзеру но сегодня он будет таки очень интересно я бы сказал немного печальный но что касается информации что касается название данного видео то вы должны уже что-то понимать что-то таки для себя уже придумать задумать выдумать не знаю как сказать в принципе правильнее но все можно сказать висит на волоске по данному название это можно было понять но и пойдем по порядку начнем все с довольно таки простого и что же нас будет ждать в ближайшее время какое обновление выйдет как она будет называться всем уже принципе известно видеоблог вышел и это конечно же энерджайзер ничего другого я бы не мог сегодня рассказать одно видео по энерджайзер у по всей механике по в принципе по всему тому что я думал что будет в принципе у нас в игре и как она будет выглядеть данное обновление уже было на канале но по большей части всей той информации который я владел на тот момент было таки очень мало но сегодня записывая второй ролик уже по энерджайзеру я могу сказать и повторится в принципе только в одной фразе ну в принципе не в одной но не не обессудьте короче то что это обновление именно энерджайзер будет самым рисковым обновлением для проекта в данное время ничего хуже и ничего в принципе рискованного до этого проект не делал и пока в принципе она еще тоже не вышло нельзя так сильно таки об этом говорить что касается она в принципе может в какой-то мере измениться но главная вся суть останется давайте-ка пробегусь что у нас быстро пробегусь быстро что у нас в принципе будет после данного обновления в игре у нас пропадут все модули которые у нас имеются на данный момент то есть открывая гараж все модули которые у меня сейчас есть за исключением вот этих двух призовых все вот эти вот фул прокаченные модули у меня заберут ни одного этого модуля которые у меня сейчас имеются в гараже у меня их просто не останется спросите ли вы спросите вы в принципе да и многие уже знают какие модули у нас останутся останется всего лишь 13 модулей от пушек вот такие вот одинарные модули у нас будут 13 модулей по одному слоту по одной пушечки и один модуль отмени вот этот в итоге у нас останется 14 модулей что я одел что-то я одел ну ладно будет какой-то отдел ладно без разницы что я делал не в этом суть ну что я могу сказать по данному поводу все модули забирать это очень таки рисково но главная суть в чем цена на новые модули а именно на одинарные будет в районе такие 100 тысяч кристаллов говорю почему именно 100 тысяч данную информацию я получил почти из 100 процентного источника и игрок в принципе уже разбирается и знает что как будет поэтому именно 100 тысяч это конечно еще не окончательная цифра но в районе 100 тысяч будет стоить один одинарный модуль на это в принципе не так опасно не такая большая цена и для многих таких игроков для мой для многих таких игроков в принципе данная цена будет объективно недорогая и никаких проблем ни с какими проблемами они не столкнутся но есть один очень таки неприятный момент и и главное как он будет реализован что это что волнует сейчас многих игроков а именно так же волнует и меня это конечно перенос модулей переноса никакого не будет будет ли возвращение кристаллов либо вернее я неправильно выразился перенос относительно будет но есть одно большое но имея например модуль расскажу все по понятному имели вот такой например модуль у меня есть барсук tc до примеру резист изида гром фриз по 50 качаны то есть за данный модуль я получу себе уже после обновления 3 одинарных модуля от изида от грома и от фриза в принципе все понятно ничего такого сложного нету и данный переход будет сделан как только такие обновления у нас появится в игре что же дальше конечно же повторяющихся модулей будет очень таки много и что главный вопрос и что будет с теми модулями который в принципе были бы не нужны и не подвергнутся переносу вернут ли за них кристаллы главный вопрос для меня либо же за этим модули будет получена какая-то другая бонусная либо это будет бонусная какая-то не знаю цифра не знаю что это будет во что это вообще при преобразуется но есть один факт если разработчики не сделают данный перенос то они очень таки рискнут сделав свою главную ошибку пока я не буду называть что они и сделали или сделают но если так произойдет то это будет очень таки фатально и очень таки рисково почему именно так потому что ладно таки меня я опущу именно себя как игрока который не в донатил в эту игру ни копейки но не в этом суть а главная суть в том что игр есть очень таки много игроков которые вкладывают деньги в данный проект и безусловно они не хотят чтобы их деньги были попросту выкинуты можно так сказать в мусорник потому что но ты ничего не получаешь с этого и просто покупал модули прокачивал их и у тебя их забирают и могут просто ничего не вернуть если вот так вот вот такая вот такой вот расклад у нас произойдет в игре то безусловно проект будет подвергаться очень таки большому риску и зная всю эту аудиторию я могу почти на сто процентов сказать что проект будет на грани своего провала безусловно в данном проекте сейчас осталось примерно таки 25 тысяч среднего онлайна и когда в проекте останется среднего онлайна около 50 тысяч это будет уже конкретный так такой вот провал и не знаю что будет дальше в принципе в этом плане мы будем просто таки ждать новое обновление ну а сегодня я бы просто хотел бы обратиться к разработчикам игры чтобы они подумали сделали все свои за против все свои мнения рассказали друг другу также поделились какой-то информации с игроками и возможно таки даже было бы правильнее сделать какой-нибудь опрос потому что данное обновление может быть просто фатальным и такую ошибку лично я не хотел бы допустить безусловно мне проект нравится я не могу сказать что проект мне разомравился или же например данное время мне уже не интересно в него играть если бы мне было бы не интересно в него играть я бы конечно же бы в него просто таки напросто не играл а так именно поэтому как бы сегодня и записывают данное видео обращаясь к разработчикам данного проекта и наверное таки главное лицо за которым всем этим стоит это наш любимый орех рах поэтому в описании добавлю хэштег ореха помнить ну безусловно у меня много много вопросов лично к нему и в принципе к разработчикам проекта зачем делать такое зачем так рисковать данная информация в принципе я стал владеть чтобы вам не соврать со вчерашнего дня и узнав все это в принципе как она будет работать какова механика у нас будет я был честно говоря в шоке и безусловно меня очень таки много разочаровала в данных в данный момент я вообще думаю все ли будет правильно перенесено но а главное чтобы все игроки получили какое-то возмещение за те модули которые у них заберут если же все пройдет правильно все пройдет например так же как прошло с ребалансом нашим то будет таки все стратегически и принципе все игроки будут согласны с тем что произойдет и таких конфликтов никаких по большей части не будет все пройдет мирно спокойно без возмущений по большей части безусловно после каждого обновления есть игроки которые негодуют но если же данный перенос модулей пройдет правильно и все кристаллы которые были потрачены у игроков на модули они будут возвращены то я таки думаю что этих недоброжелателей или людей которые будут недовольны чем-либо будет намного меньше поэтому как-то вот так вот у нас все будет огромный риск для проекта я бы не хотел чтобы на каком-то такому-то обновлении данный проект просто потерял всю свою аудиторию которая осталась и так не так много как было раньше не все так вот печально закончилось на какой-то глупой ошибки с каким-то обновлением но в принципе на этом все такое вот видео такое вот обновление нас ожидает все информация которая у меня будет появляться я буду вас освещать с ней думаю что сразу же будет выходить новый ролик поэтому следите за новостями смотрите стримы мои в них тоже можно таки получить много новой полезной информации поэтому переходите смотрите также если еще не подписан то обязательно подписывайтесь но в принципе на этом все спасибо чтобы смотрели пока ребят